Смотрите сегодня в выпуске. В Башкирии произошло землетрясение, волна от подземных толчков дошла до Уфы. В столице Башкирии открылся новый технологичный и комфортный офис компании Уфанет. И для чего горожане создают сообщество «Живая Уфа». Минувшей ночью сейсмологами было зафиксировано землетрясение в Телябинской области силой в 5,5 баллов. Его эпицентр находился около деревни Орловка. Она находится в 133 километрах от Уфы. По данным Управления гражданской защиты по Уфе, первое сообщение о подземных толчках поступило из Октябрьского района в 4 часа утра. Позже в службу спасения обратились жители Демского, Калининского, Кировского и советского районов города. Горожане сообщали, что у них тряслись люстры, мебель и посуда. Однако не все уфимцы заметили подземные толчки. Я просто проснулась еще раньше, потом почувствовала что-то такое, какое-то движение. Мне вообще показалось, что это такое. Я не понимаю, почему. И потом так, это сам, знаете, через какое-то время, это буквально было 20-30 секунд. Сегодня было землетрясение? Нет, не застал. Вот только что-то бьем в себя странно в часах, в 2-3 где-то неадекватно, если там на зеркало прыгнул, носился, в шкаф занавился, просился, кричал, а так. А вы сегодня заставили землетрясение в Уфе? Нет, спал. То есть вы ничего не заметили? Нет. А что случилось? При землетрясении эксперты советуют в первую очередь не паниковать и выбрать надежное убежище. Очень быстрое, да, и буквально несколько секунд и может произойти разрушение, поэтому специалистами не рекомендуется выбегать из зданий, а лучше потратить эти драгоценные секунды на то, чтобы найти себе укромное место и переместиться туда. Можно встать в проемы дверей, это встать вдоль каких-то капитальных стен внутренних, отойти подальше от окон. В чем причина уфимского ночного землетрясения и является ли Башкирия сейсмоопасным регионом? Ответы на эти вопросы знает наш собеседник. Временно исполняющий обязанности директора Института геологии УФИЦАРАН Сергей Ковалев. Добрый день, Сергей Григорьевич. Этой ночью в Башкирии были зафиксированы подземные толчки, то есть землетрясения. В чем причина такой активности? Вероятной причиной, скорее всего, является деятельность человека. То есть это, вероятнее всего, техногенное землетрясение, потому что полезные ископаемые на территории Южного Урала разрабатываются уже более ста лет. Это и нефть, и медь, и цинк. И в связи с этим вот такие явления, они возможны на территории Республики, да и на территории всего Южного Урала. Эпицентр землетрясения был зафиксирован в Челябинской области. Является ли Челябинская область опасным регионом в плане сейсмической активности? Дело в том, что геология, сейсмическая активность, которая является некой дисциплиной геофизики, она не имеет административных границ. Понимаете, Челябинская область, Республика Башкортостан для геологии, для сейсмических явлений это не принципиально и не важно. Вот регион Южный Урал или регион Урал, это да. То, что происходит в Челябинской области, обязательно будет отражаться на территории Республики. То, что происходит на территории Республики, будет отражаться в Челябинской области, в Оренбургской области. Все зависит от масштабности того события, которое происходит. Но административные границы здесь роли не играют. А является ли наша республика сейсмоопасным регионом? Сейсмоопасным регионом с точки зрения какой-то классификации, вероятнее всего, нет. Но регионом, в котором возможны сейсмические явления, да, скорее всего, является. А есть ли вероятность, что подобное землетрясение может повториться в Башкирии? Нет аппаратуры, которая бы предсказывала землетрясение. Уфа, да, и большая часть территории Республики расположена на пермских породах. А пермские породы – это карст, который вот… Это известняки, это ангидриты, гипсы. И вот формирование внутри коры вот этих полостей, оно тоже несет некую вот такую угрозу. По той простой причине, что, ну, скажем, вот, среда довольно сложная, и где-то какая-то небольшая подвижка может привести к значимому явлению. Я не хочу сказать, что это будет какое-то серьезное событие, но вот такие вот небольшие землетрясения вероятны. Спасибо за интервью, Сергей Григорьевич. На наши вопросы ответил временно исполняющий обязанности директор Института геологии Уфицеран Сергей Ковалев. Город Уфа должен быть лучше. Менять вместе город к лучшему. В башкирской столице активисты создает сообщество «Живая Уфа». Первый шаг – это форум с таким же названием, чтобы познакомиться, определить вектор развития, обменяться опытом с экспертами из Москвы, Самары и Ижевска, а, возможно, и поспорить, как оживить Уфу. Все города живые. Мертвых городов в России, кажется, нет. Ну, знаете, мертвый город – это город для нет людей. Проект «Живые города» появился в 2013 году в Ижевске, когда активисты решили вместе развивать город. Сегодня это национальная инициатива, к которой присоединились более 80 городов, а теперь и Уфа. Степень живости определяется тем, насколько вот эта вот человеческая энергия созидания может в городе проявляться в реальных делах. Это не только, ну, какие-то активистские акции, там, «Поможем животным» или, я не знаю, «Благоустроим парк», а это большие, серьезные вещи про городскую стратегию, про управление территорией. Когда мы подходим к этому неформально, с точки зрения, не знаю, бюрократии, каких-то нормативных актов и так далее, когда мы подходим к этому как горожане, имеющие право на эту территорию. Взять ответственность за историю своего города в 2015 году решили жители Самары. Так родился фестиваль восстановления исторической среды «Томсойерфест». Андрей Кочетков рассказывает, изначально планировали отремонтировать три дома, а теперь фестиваль проходит почти в 30 городах. Город не может быть живым без исторической среды. Важно поддерживать какую-то эту идентичность, в том числе, чтобы как-то она визуально, ее дух ощущался и продолжался сохраняться. Иначе происходит процесс обнуления постоянного в городах, и это на них сказывается не очень хорошо. Общая проблема городов – это апатия жителей, считает Андрей Кочетков. Такого же мнения и общественник Кристина Абрамичева. Вместе с тем есть такая компания сильных, уже профессиональных, интересных кураторов, которые готовы создавать такие многолюдные, многотысячные городские мероприятия, поддержку чего-то, как недавно был фестиваль, да, в защиту горы Таратау. Дни идеологические, семейные, ну есть разных-разных форматов. Форум «Живая Уфа» продлится два дня. Участники посетят мастер-классы экспертов по разным направлениям. Это городская среда, экология, культура, урбанистика, историческое наследие. Затем пройдут дискуссии и проектные лаборатории. Работы предстоит немало. Задача – это объединить три силы, которые существуют в городе. Это бизнес, власть и общество. Мы ставим перед собой цели, чтобы на этом форуме разработать как раз 3-5 проектов, которые мы в течение года реализуем. Это будут наши первые вложения в развитие города. По итогам форума будет разработана хартия, куда войдут предложения активистов по развитию города. А присоединиться к сообществу «Живая Уфа» может любой желающий. Алина Гребешкова, Городской телеканал ЮТВ. Алина Гребешкова, Городская телеканал ЮТВ. Миша, дети, облака, фиолетовая вата, магия цветов со льдом наших стаканов. На площади перед Государственным концертным залом Башкортостана вновь станцевали «Флэш-данс-2018». Это танец, который ежегодно придумывает компания «Уфан-эц» совместно с хореографами для праздника «Весенний бал». И каждый год он получается совершенно новым. В этом году он включал как элементы современных танцев и композиции молодежных исполнителей, так и народные мотивы. Выпускники признаются, его хочется танцевать вновь и вновь. Мы решили вспомнить те эмоции, которые у нас были на выпускном балле, на последнем звонке, потому что это незабываемые эмоции. Я выпускаюсь только в следующем году, но я ходила на все репетиции прошлого года. Мне очень понравилось, это заряжает положительными эмоциями, мы веселимся, поэтому я пришла сегодня. Сейчас вспомнила вновь? Да, конечно. Их и не забывала, потому что мы их очень много повторяли. Вот так ярко по танцевальному открылся новый творческий сезон государственного концертного зала «Башкортостан». По словам специалиста художественного отдела, впереди у них большие планы. Мы обещаем, что он будет динамичным, ярким, зажигательным. Как обычно мы предлагаем у финцам массу новых групп. Всего в государственном концертном зале «Башкортостан» около 20 коллективов самой разной направленности. Танцы, пение, театр и многое другое. Что примечательно, многие выпускники навсегда связывают свою карьеру с творчеством и достигают больших результатов. На сегодняшний день у меня более 12 воспитанников поступили в хореографические, так скажем, институты или выбрали творческую специальность. Еще больше работают уже в театрах. Многие уже преподают, причем я тоже могу сказать, что все педагоги, которые работают с младшими группами, это мои выпускники. Есть чем гордиться, да. Особое место в ГКЗ «Башкортостан» занимают танцевальные студии. Их здесь множество на любой вкус – бальные, современные, эстрадные. Надо начинать с танцев для того, чтобы развиваться. Детей воспитывают, начинать надо с ритма. Когда у них есть ритм в душе, внутри, тогда они быстрее соображают, быстрее внедряются в социум, внедряются во все проекты. Может быть, поэтому люди и танцуют. И, кстати, по словам руководителя студии школы бальных танцев Сулеймановой Альбины Азатовны, начать танцевать можно абсолютно в любом возрасте. Для этого в ГКЗ «Башкортостан» уже больше 20 лет существует школа танцев для взрослых, куда они приходят в любом возрасте, в любом состоянии нулевого танцевания. Или кто-то, может быть, какой-то танцевальный опыт имел. И есть еще очень классная группа, которая называется «16+,», когда, может быть, неотданные дети танцевать ближе к выпускным классам. Они понимают, что для джентльменского набора танец также необходим для души и для тела. Им это умение танцевать в общедоступной форме становится необходимым, как воздух. День открытых дверей в государственном концертном зале «Башкортостан» завершился мастер-классами от преподавателей. А все желающие смогли записаться в понравившуюся им студию. Анастасия Худик, Денис Селезнев, Сергей Ямаев, городской телеканал ЮТВ. Здраво! Меня зовут Мир Коздравич. Роботы уже среди нас. По данным американской исследовательской компании Market & Markets, мировой рынок технологий искусственного интеллекта военного назначения в 2017 году превысил 6 миллиардов долларов. А к 2025 году вырастет втрое. Однако не всем по душе такие перспективы. Недавно в Женеве прошли переговоры на площадке конвенции по негуманному оружию. Однако сторонники запрета роботов потерпели там поражение. Им не удалось добиться мандата ООН на создание международного договора в этой сфере. Поцелуй мой блестящий зад! Из 88 участников переговоров за полный запрет боевых роботов выступили только 26 стран. А вот, например, Япония, США и Россия очень даже за. У нас считают, что действующих международных норм для регулирования роботопроизводства вполне достаточно. Да и искусственного интеллекта пока не существует. А значит и вреда никакого нет. Робот не способен на убийство, как человек не способен ходить по воде. Ну знаете, был один такой чувак давным-давно. Однако координатор глобальной кампании «Остановите роботов-убийц» по итогам встречи осудила действия кучки государств, развивающих собственные смертоносные автономные системы. Вот осенью прошлого года, например, уже состоялась битва гигантских боевых роботов из США и Японии. Последние так вообще постоянно штампуют каких-нибудь роботов. Необычный какой-то суперпродвинутый робот. Точно японский. То создадут робота-атлета, который дает живым спортсменам 100 очков вперед. То робота с живыми мышцами. А на выставке в Токе в прошлом году девушку-андроида поместили за стекло рядом с живыми людьми. И честно говоря, распознать в ней робота было довольно сложно. Американская компания Boston Dynamics вот уже который год удивляет пользователей сети своими сверхмобильными творениями. Но и Россия не отстает. Помимо полюбившегося всем робота Федора, России есть что показать. А у вас случайно роботов полицейских нет, как в Робокопе? И такое у нас имеется. Совсем недавно концерн Калашников представил концепт нового боевого робота, которого в народе прозвали Игорек. Конечно, сейчас от бойца в Игорке всего маловато. Хотя пользователи сети настроены скептически. И говорят, мы опять подсунули картонный муляж. Дурилка картонная. Обмануть хотел. Но создатели говорят, Игорек еще маленький и концептуальный. А вот навесить на него пулеметов, так он даст всем прикурить. А даже если нет, так оно ведь тоже хорошо. Значит войну у машин можно немного отложить. До скорых встреч. Танцы, песни, зарядка. Так начинается рабочий день в новом офисе для компании «Уфанед» на проспекте Октября. Здесь можно проконсультироваться и оплатить услуги в уютной обстановке. Добрый день. Я хочу рассказать вам про наш новый офис. Первое, что вы увидите, когда вы заходите в наш офис, это наш администратор. Сразу же расскажет про наш офис и подскажет, кому вам обратиться. Новый офис большой и просторный, поэтому он делится на несколько зон. Самая основная из них для обслуживания клиентов. Здесь менеджеры компании «Уфанед» принимают платежи, заключают договоры и консультируют. В офисе есть и зона самообслуживания, где установлен терминал. Тут можно легко и просто оплатить интернет, телевидение и телефонию. В принципе даже не нужно знать договор. Здесь достаточно просто пройти по ссылке «Уфанед», «Уфа». И здесь можно указать либо договор, либо по адресу. То есть, например, адрес-то все знают, где проживают. Вот они здесь указывают свой адрес, и уже у них договоры высвечиваются все, которые есть. Гордость офиса – разрисованные стены. На них проецируются надписи об услугах и новостях компании. Художники изобразили и башкирскую столицу с ее достопримечательностями, а также праздниками, которые проводят компанию «Уфанед». Это марафон классической музыки, весенний бал, дети – наше будущее. В новом офисе есть и другие фишки – зоны видеонаблюдения, ожидания, мастер-классов и детский уголок. От увиденного гости в восторге. А самым первым клиентом стала Альфия Батархановна. Заплатила за телевизор, заплатила за интернет, за телефон заплатила. Знаете, я поражен. Во-первых, очень красивый. Во-вторых, так дружелюбно ответили на все мои вопросы. Увидели офис «Уфанед» и даже обрадовались, что он так рядышком. Вот, и сразу подключились буквально. Порадовался новому дому и кот по кличке Пончик. Его сотрудники компании по традиции первым запустили в офис. Новый дом у меня очень уютный. Я не скажу, конечно, что в старом было плохо, но новый – это просто нечто. Это новые эмоции. Просто мега. Это очень круто. Мне очень нравится. Наш новый офис находится на проспекту Октября, 4-23. Открыт он ежедневно с 8.30 до 8 вечера. Пожалуйста, ждем всех в гости. Приходите. Проспект! Утро 5 сентября для многих уфимских водителей не задалось. Отключение светофора на пересечении улиц 50 лет СССР и проспекта Октября спровоцировало дорожный коллапс. Оно и понятно. При таком количестве автомобилей и нежелании многих хоть как-то уступить другому, приводит именно к таким последствиям. Да и как тут уступить? Пропустишь одного, и можно забыть даже о малейшем шансе выбраться из этого кошмара. А рано или поздно автомобили встают клином. И только сотрудники ДПС способны исправить положение. Но лишь спустя час. Много это или мало? Например, на пересечении улиц Мингажева и 8 марта даже при наличии работающего светофора проблем избежать не удается. И опять же, не все так просто. Из-за близкого расположения двух перекрестков многие водители не видят светофора над головой, а ориентируются по тому, что регулируют как раз-таки другой перекресток. Из-за чего попадают в такие нелепые ситуации. Нелепой она становится еще и потому, что водители не видят друг друга буквально под носом. Но назревает еще один вполне логичный вопрос. Этот участок дороги уже не первый раз в наших обзорах с подобными авариями. Может, пора соответствующим органам помочь нашим водителям? Берегите себя и своих близких. Удачи на дорогах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok